Ребята, всем привет! Сегодня у нас чаще 20 октября, а погода такая, знаете, как будто бы уже конец ноября, очень холодно, 4 градуса пишет в машине, и я когда вот сейчас шла до машины от подъезда, я прям дышу воздухом этим, это просто зима какая-то, очень холодно, прям отстыл, и хотя солнце светит, сегодня был дождь, и вообще сегодня, короче, рассказываю, что сегодня у меня за день такой был. Ну, во-первых, сейчас я поеду на дачу, но прежде я заеду за Надей и в Макдональдс. Надя просто составит мне компанию сгонять туда-обратно, потому что, ну, блин, одной, одной, конечно, тоже весело, можно музыку послушать, попеть, все такое, но с подружкой все равно веселее. Вот, мне нужно отвезти на дачу одну штуковину, сложно объяснить, что это, это контактор электромагнитный, вот это мне нужно отвезти на дачу, потому что у нас там, когда мы со Славой жили на даче, в карантин, в самоизоляцию, ладно, короче, свет вырубали несколько раз, и в один из разов у нас, короче, что-то там выбило, ну, нет, типа, все было окно, просто у нас перестало работать отопление в доме, именно от электричества, и нам приходилось от этого самого, от газа, короче, к газу подключаться и делать, короче, отопление в доме от газа. Мы очень боялись, звонили дедушке по ватсапу в подвале, он нам объяснял, как все это включить, что сделать, это было так страшно, потому что, ну, мы с этим первый раз сталкивались, вдруг что-то рванет, не дай бог, а дедушка такой говорит, типа, ну, мы такие, дедуля, а это что, а тут что, а тут, где включать, где покрутить? Он такой, ой, да я не помню, ну, попробуй, что будет, ну, типа, такой, верно, знаете, мы там стоим, что-то с газом делаем страшно, а дедушка сидит в Грузии такой теплый, ну, я не знаю, ну, попробуй, что будет, посмотрим, короче, поржали, но в итоге все нормально, отопление включали, сейчас я обогреваю машину, чтобы было не так холодно ехать, ну, и просто, чтобы она, ну, как бы немножко нагрелась, чтобы ей было неплохо ехать мороженой. Я пошла к нотариусу, мне нужно было сделать документики, доверенность на маму, чтобы она могла в Москве и Московской области ходить и, короче, за меня всякие штучки делать, ну, знаете, там что-то по квартире, еще что-то, ну, короче, кто взрослый, тот поймет, ну, типа, то, что я не хочу делать сама, ну, как бы, вот, мама все равно ходит всякими взрослыми делами, занимается, вот, ну, как бы заодно будет моим, если что, заниматься, вот, я сделала доверенность, что она от моего лица может что угодно там подписывать, принимать какие-то документы, еще что-то, и мне нужно было сделать еще доверенность на дедушку в Грузию, и это такой фейл был, потому что мне нужно было сделать доверенность в Грузию на дедушку, получается, с моим российским паспортом и с моим загранпаспортом, а я забыла про то, что мне нужно еще добавить туда загранпаспорт, И получилось так, что я сделала три доверенности. Одна без загранпаспорта, другая с загранпаспортом и одна на маму. Вот, короче, сделала, все классно, круто. Потом я смотрю в документы и вижу то, что там моя фамилия указана не Гагитидзе, а Гагидзе. Я думаю, сука, везде, во всех документах моя фамилия указана неверно. Сегодня я пришла, вот буквально несколько часов назад пришла, мне все, короче, поменяли. Эти бумажки аннулировали. Короче, сделали мне новые три доверенности, за которые я заплатила бещеные бабки, я в шоке. То есть, получается, за две я заплатила что-то 3200, что ли. И потом, как бы, все это классно, круто, но мне нужна была доверенность для Грузии перевести на грузинский язык. Потому что, ну, как бы, в Грузии документы на русском языке кому нужны. И мне нужно было найти, короче, конторку такую, которая возьмет меня и все с русского на грузинский переведет. И я нашла, и прикиньте, все у меня во дворе. И просто, и нотариус у меня во дворе, и переводить документы тоже пришла. За перевод документов я отдала две тысячи. Но это еще, это получается не просто перевод, но еще будет заверено нотариусом. Вот эта вот бумажка уже на грузинском тоже. Так что вот, и сейчас мне уже нужно ехать за Надей. А еще у меня в багажнике есть подарок для бабушки. Кстати, я ее вам никогда не показывала во влоге. Это бабушка, получается, мама моего папы. Вот, и у меня есть для нее подарочек, который я взяла в магазине Рандеву. Я взяла ей сапожки прикольные. И она сейчас живет на даче, рядом с дачей, где как раз-таки мы жили со Славой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА